Я думаю, что уже проветрилось. Ну, Леда. Ну, так люди напротив меня работают. Слушайте, конечно, у меня есть подруги. У меня есть девчонки, подруги. Долго стушить наручные волосы? Чуть сказать, эти, по-моему, не очень долго. Мне кажется, оно пахнет. Сейчас я приберусь. Короче, у меня дома все в кокосе. Кокосовое масло. С ним можно ходить, забирать. Ой, хотела вам показать кофе. Я столько сейчас привезла. Это кофе с дурианом. У меня дома так пахнет. Вот это вкусно. Честно сказать, кофе с дурианом бомба. Я накупила какие-то чаёв папе завтра. Когда я на днях с ним увижусь, ещё раз отвезу. Очень пахнет баранией, а не мангон. Надо вдухать бюджет. Классно. В азбуке вкуса придается там всё. Кокосовое, соевое, блендальное волоко. Какое хотите. А саму гримницу-то вымой, а то жиры не отмыть потом. Нет, я в тот раз, я не могу её помыть, она ещё горячая. Как я в Паше буду быть такой горячей гриль. Представляете, какая она? На сколько градусов она нагревается? Почти на 300. Она ещё не остыла. Она когда остынет, только тогда я могу помыть её. С кокосовым маслом на кокосовом масле очень вкусно готовить блинчики или панкейки. Вообще, для тебя всё можно готовить на кокосовом масле. Действительно, просто всё. Натираешь всё, моешь. Ну, а чё, нет? А что, мне надо сидеть в грязи? Если я люблю дуриан. Да, очень люблю дуриан. Солнышко, ты лучше за... Спасибо, Оленька, спасибо. Бри, мне нужно ещё девочки, чтобы, которые на ту страницу написали по конкурсу. Вот, что я сейчас буду с чаем. Чай, кофе, потанцую. Жарить на кокосовом масле. Не знаю, я готовила на кокосовом масле... Ну, своей дочери постоянно, и мне очень нравится. Ну, на вкус и цвет. На неё можно готовить яичницу, да что угодно можете готовить. Панфеты с дурианом, как какашка. Дуриан нужно любить, понимаете? Если вы не любите дуриан, то... Тогда понятно. Помоги для выпечки, и что? Гриль будет... Будет такой же эффект, если, например, стек делать. Стек, кто не готовит в фольге. Моя любовь, Лиза, о господи, девочки, спасибо. Как прошёл марафон? Прекрасно. Надеюсь, он прошёл прекрасно для девушек, а не для меня. У нас был следующий марафон. Вскоре мои подписчицы больше, конечно же, вопросы возникают в неприятии своего тела. И... Многие проблемы с сексом. С сексом. Ну, вообще, как себя комфортно чувствовать раздетой. Несмотря на то, что... Есть девушки очень красивые. Мы не говорим, что есть какие-то недостатки, да, у кого-то. А есть красивые девушки, которые себя не воспринимают и не любят. Я могу сказать, что по сроку мне мой муж говорил, что у меня есть сиськи повесили, и всё. Но я, естественно, всё получила секси. И, несмотря на это, через три месяца у меня уже был любовник, который меня безумно любил. Как он говорил, там жир, но с всякими сиськами, понимаешь. Что-то я ему доказала обратное, как бы, чувак. Ну, как бы, не надо гнать свою прекрасную жену. Нет, у меня не студия. Чем на оливковом посолочном? Согласно полностью, мы правильно сейчас написали. Поэтому она вообще не чувствуется, если яичницу делать на нём. Ну, лично я не чувствую. Почему у меня не работает чайник? Опачки, оп, оп. Ну, там два и везде, я всегда одевалась в разных местах. Нет такого, что я ходила в один магазин. Есть какие-то брендовые вещи, есть обычные вещи. Да, господи, я могла пойти возле нашей площадки и купить себе... Ну, у меня было платье с твоё вообще. Просто, если у вас есть вкус, то вы можете и в говне найти себе одежду. При желании. Какой с вами масло помогает для волос? Мне сожгло масло, какой сло пересушил волосы, потому что я его оставила надолго. Сейчас я это всё залью мёдом, и будет супер. Почему ты не работаешь? Здравствуйте. Уже на глупые вопросы я не отвечаю. Я что хочу, то делаю. Вот. Так. Не скучно, а я пришла домой, так и не была. Человек-то здесь дома одна. Люди, которые не могут находиться, мне кажется, так в один... Ну, как в одиночестве, я сейчас с вами. До этого я разговаривала, у меня сейчас идет процесс, что делать. Не нужно... Работать же нужно. Мне больше всего нравится на Бали, я люблю Бали, и только Бали. Ты не полнешь, я очень поправилась. Очень поправилась. Это вам кажется, что я не полнее. Но орехов я больше не хочу. Что-то одни орехи остались, а много мало. Знаете, как это вкусно. А еще, если сюда добавить... Уф. Эти кокосовые сливки, сегодня я их делала. Они застыли, были густы, знаете, как крем. Как маскарпоне получается. Очень вкусно. Надо почитать, кстати, рецепт, и может, можно будет какой-нибудь крем сделать. Какой у меня рост. Рост у меня 70 задумывается. Мне кажется, я уже надо отстернуть. У тебя есть комплексы? Не могу сказать, что они у меня есть. Нет, у меня нет комплексов. У меня есть... Это не комплексы, у меня есть боязнь. Я не очень себя комфортно чувствую, когда очень много народа. Мне плохо становится. Вот. Но комплексов у меня нет. Не комплексую, не почему. Давно не ела пиццу? Да не могу сказать, что давно. Недавно ела. Вес. 56. Мне кажется, я бы не пошла, наверное, обратно. Ну, в данный период жизни точно бы не пошла. Боже, как-то вкусно, девочки. Я никогда не стану худой. Пусть переварится, окей. Тогда нужно и кушать раздельно. Когда вы такое говорите, вы должны понимать, что тогда нужно кушать все раздельно. Мясо. Только мясо. Потом покушать салатик. Тогда ничего не нужно мешать. А я мешаю все. Это как суп готовить. Мешаем все. По лицу не скажешь, что 56. Фильтр все съедает. Посмотрите. У меня есть жирные бока. У меня есть живот. Я в лифчике, чтобы вы понимали даже. Специальный лифчик, как кормящий мамы. Но он так держит хорошо грудь. Мне в нем удобно очень. Что-то я уже не хожу с такими. Я уже не хожу с прозрачными. Прозрачные майки. Недавно вышла в ресторан в Москве. Просто я снимаю кофту. Стою в этой майке. Мои соски. Стоят вот эти мужчины. Смотрят на меня. Я такая думаю, так. Нет, я не на байля. Я больше так алить не хочу. Очень большая грудь. Конечно, смотрится. Видимо. Видите, я пришла к тому, что лучше все-таки... Надевать нижнее белье. Я привезла супер-чай. В итоге оказалось... Так. Сейчас. Я вам покажу супер-чай. Это похоже на каркадель. Я думаю, что-то разводила. Кудрян с кофе. Это просто добавки. Понимаете, да? Запах, чтобы был. Потому что... Мангустин Тиа очень похож на каркадель. Ну, типа, вот такой чай стоит где-то полторы тысячи. И он с какими-то супер-витаминами, что я не буду болеть, буду вечно молодой. Вы помните, да? Мне все под цвет. Все розовое. Можно рекламу делать. Скажи честно, подходили мужики... Подходить не подходили мужики ко мне. Ну, в смысле, подходили. А что бы предлагали? Конечно, и не один раз. У меня тут был случай. Мы с Мари познакомились с чуваком в Крабо-Кутабо. Вот. И он, короче, звал меня то на свидание, то куда-то еще. Ну, мне как-то у него особо понравилось. Я говорю, я не могу. Потом мне пишет. А ты подарочек не хочешь со мной увидеться? Я говорю, в смысле? Если я с вами так не хочу увидеться, с чего, блядь? Ну, короче, я ему все сказала, что я о нем думаю. Вот. И он заблокирован, конечно же. Почему мне должны сниматься? Заводи рекламы. Я что, двигаюсь в этом направлении? Заводи сниматься в рекламе тех, кто ходит на кастырье. Кто, в принципе, к этому стремится. Я не хожу, не тусуюсь, не хожу на эти вечеринки, где зовут, что ты топ-блогер, ты топ-это, ты топ-тик-ток. Вот эти все премии, на них всех зовут инстаграм, людей с инстаграма, чтобы они отмечали их stories, пиарили, как журнал я вам рассказывала. Они все предлагают за рекламу вас напечатать в журнале. И у тебя будет вот это, ну, не знаю. Короче, у тебя напечатают в журнале, но ты должна рекламировать, сделать пост. О, меня напечатали в журнале. Есть такие личности, которые показывают. Я в журнале, это смешно, потому что, да, сами понимаете. Это предлагают все, у кого нормальный подписчиков и активность. Ты считаешь себя топ? Ну, давай, я по жизни себя считаю топ. Я всегда... Как проявляется, наверное, тогда... Ты выделяешься? Из толпы. С раннего детства. Поэтому, конечно. Ну, я топ для себя. В первую очередь, я бы топом для себя, понимаете. Ты надолго в Москву? Пока не знаю. Наверное, может быть, надолго уже. Может быть, и до лета. Ну, как? Я имею в виду, что периодически я буду, конечно, уезжать. Я хочу скоро улететь к своему дедушке. Сколько денег мне нужно чувствовать себя комфортно? Я не могу назвать эту сумму, потому что она будет слишком большая, и это ни к чему. Я не чувствую себя комфортно, даже зарабатывала в пределах кое-какой суммы. Но если, например, когда я жила в топсе, мне бы даже половина была бы нормально, то сейчас нет. Я не знаю, как некоторые люди живут. Я живу так. Я не смоку с целями. Мне нравится жить красиво. Я хочу такого же мужчину. Вот. Я люблю всё красивое, жить красиво. Я не люблю жадных людей. Я же вам говорила, для меня это прям вообще. Ой. Я даже пытаюсь... Ну, просто есть прям очень жадные люди. Девушки. Я же пытаюсь с таким даже не общаться. Мне кажется, какая-то нердишь когда-то странная. Что я ем? Смотрите. И полезный чай с мангостин, чтобы быть вечно молодой. Он вечно пьяный. Девушка, которая мне пишет, надо сейчас мужчину ловить, пока возраст позволяет. Ну, с таким мышлением, мне кажется, у вас какие-то проблемы. Есть женщина, которая выходит в 50 лет замуж. А ты что не спишь? Вот. Где баранин? Баранина уже съедена. Да, есть, которые в 50 выходят в 60 лет замуж, потому что у них другое мышление. С вашим мышлением у вас и в 30 лет может никого не быть, или он будет, и потом от вас уйдёт. К сожалению, всё, о чём вы думаете, вы даже не можете предполагать, но все ваши страхи, они сбываются. Вот это правда. Интерес, сколько что стоит, где человек берёт деньги? Как? Что? Люди даже не понимают, чем люди зарабатывают, да, блогер? Они даже не знают, кем работаешь. Вот с вами разговариваю, моя работа. Под глаза. Так. С Андреем, встречаешься? Нет, конечно. Откуда столько денег? Столько – это сколько? Сколько? Вот вы потому что думаете, сколько денег, что, как. У вас у многих нет денег, я никогда об этом не думаю. Нет, у меня бывают моменты, когда у меня заканчиваются деньги на карте. Я думаю, ну блин. И меня, не знаю, у меня небеса не оставляют никогда. Это как, знаете, человек, который верующий, никогда не будет стоять протянутой рукой. Вот. Потому что, наверное, добрый посыл, у меня добрый посыл вообще в этот мир, в эту жизнь. И я делаю для людей. И мне, я думаю, поэтому идет и в обратку все. Потому что я могу даже последние деньги отдать. Не все так могут. Люди, у которых есть бабки, они многие даже, ну, не помогают, не радуют других людей. Ну, я не смотрю даже, когда у меня будет там оставаться на карте, я не знаю, тысяч сколько. Ну, не смотрю я. Я не знаю, сколько мне должно остаться на карте. Для меня, наверное, плачевно будет. Не скажу. Идеальный парень для меня. Для меня идеальный не парень, а мужчина. Вот. Мужчина, который будет моим другом в первую очередь, который меня будет оберегать. Мужчина, который будет делать. Делать, а не говорить. Вот. Чем красишь брови? Я крашу брови хной. Я тоже думаю про деньги сейчас. И завтра новый день настанет. Конечно, я рада за Мэри. Я ее люблю, и я за нее рада. Нет, никого не дома. Я задумалась. Всегда, когда думаю, я смотрю направо, налево, вверх, вниз. Нет, вверх. Вы сами знаете, кто был жадный, кто не был жадный. Поэтому мне интересно обсуждать. Ух, свитер тоже обсуждали в том эфире. Психолога придула часа, кто вам сказал, что я не учусь сейчас. Нет, я не считаю его богатым человеком. Я плачу ему алименты. Богатые люди, хотя, да, на Борисовну тоже падал на алименты. Нет. Я думаю, это его убийство, что он, как бы, я зарабатываю более, чем он. Везет только, слушайте, нет такого, что кому-то. Вот ему везет, а мне не повезло. Нет. Все зависит от вас. Я вам уже говорила. Нет такого, что мне просто везет. Движение, я же говорю. Я даю. У меня есть на это отдача, понимаете? Когда ты ничего не делаешь, то ничего и не будет. Так во всем, во всем, просто во всем. Например, я не занимаюсь Инстаграмом. Получается, все падает, конечно же. Я им занимаюсь, я получаю бешеную отдачу. Я в отношениях. Я делаю что-то для своего любимого человека. Он делает в тысячу раз больше для меня. Ну, для мужчины все-таки. Вот. И во всем так. С вашими детьми. Если вы с ними занимаетесь, выучите его английскому. Он же выучит английский. Если вы с ними занимаетесь, он не выучит. Просто во всем. Просто подумайте. Движение. Движение – это жизнь. Потому что вы должны, ну, что-то делать. Если вы ничего не делаете, то, конечно, у вас ничего не будет. Я же не просто дома лежала. И такая, на сука, вряюсь. И думаю, вау. Что-то на моей карте вообще бабосика так мало. И такая завтра вышла, и у меня упала. Нет, конечно. Вы у меня спросите, хватает, мне не нравится. Все вопросы про дочку. Елизавета, вашей дочери, вас не хватает? Извините. Если я не на вашу аватарку, вам не 20 лет. И мне кажется, у вас должен быть мозг. Я испачкала свои прекрасные штаны в вареньем. И спрашивать настолько глупые вопросы женщине, ну, это странно. У меня плохое зрение. Вообще-то нет такого, что кто-то зарабатывает больше, кто меньше. И так с тем живет ребенок. Ты пропала в последнее время. У меня вторая страница, я на ней вообще просто ее заблокировали тоже. Давайте вы будете думать о своих детях, окей? Я с вами обсуждаю тему ребенка, уже говорила тысячу раз, не собираюсь. Листочка, делай больше сторис, скучаю. Ну, если вы подписаны на мою страничку или нет? Если вы подписаны на эту страничку, то здесь, блядь, я ничего не выкладываю. Вот надо было мне... Хорошо, что не на штаны, у меня сейчас все розовое было. Нет. Ваши корни под свитер, да. Я вчера помыла голову, кстати, высушила этим суперфеном. Не очень-то у меня получилось сушить им. И голова такая грязная сегодня. Просто за один день. Вот тебе Москва приехала. А вчера она мыла. Дочери нужна мать. О, боже, Людмила. Вы несете такую чушь. Как будто я без вас не знаю, без ваших тупых комментариев. Просто меня, если честно, задрали уже. Приходит тетка лет по 50 и начинает мне говорить. Вот у этих людей не то, что не доброе сердце, не материнское. В таком возрасте я должна... Я не знаю, что я в 50 лет настолько была тупая. Если я в 30 лет, обладая мудростью какой-то, как можно в 50 лет быть такой тупой? Зайти к девочке, молодой, и писать такие вещи про дочь. Скажешь, твоя дочь скучает по тебе? А? А, что ты? Добрый посыл, тебе мне дочка нужна. Боже мой. Надеюсь, у меня не поедет 50 лет крыша. Я не буду сидеть у молодой девушки в эфире. Я не буду писать ей всякую хуйню. Вот честно говорю, как есть. Они на больное не давят. В 50 лет? Иди займись своими внуками. Или своими детьми. Мне сидеть, писать, где что-то. Но это пиздец. Ноль про дочь спрашивают. Тут ноль спросили про дочь. Но никто не пишет такой тупой вопрос. И потом не пишет мне еще. И не пытается мне тыкнуть, раз у меня доброе сердце. Я помогаю другим детям. А что ты, сука, сделала? Кому помогаешь ты в этот момент, хочешь спросить? Сидишь и мне указываешь что-то. Я не выхожу и людям не тыкаю на какие-то их ошибки. Я всегда, наоборот, пытаюсь разобраться с вами. И считаю, что это правильно. Когда люди приходят и начинают гадить. Ну зачем? Мне это неинтересно. Мне вообще... Я так рада, что я там сторис открыла. Мы стольких людей заблокировали. Вы не представляете, они на меня подписаны. Они даже на сторис отвечают гадости. Ты заходишь, это женщина. У них там по трое детей, по четверо. И они мне пишут такие мерзкие вещи. Я смотрю, мне порой... Мне их, честно сказать, по-человечески чисто жалко. Это несчастная женщина. Они несчастны. Мне жалко их детей. Потому что я не представляю, что эта женщина может дать, которая сидит в интернете, на какой-то подписанной, пишет гадости. Что? Какую любовь? Какие знания? О, господи. Да, ну, конечно. Слушайте, у меня есть знакомые, которые вышли замуж 50 лет. Даже больше. Неплохо себя чувствуют. Потому что кто хотят по сто раз, серьезно? Ну, я ходила возле школы, не караулила. Я не считаю, что я должна это делать. Когда мой ребенок говорит, что он не хочет, чтобы я подходила. А вы можете стоять на коленях, целовать ноги детям своим. Пожалуйста, это ваш выбор. У меня есть моя жизнь. Я ее живу, как я хочу. Черника, малина, что там еще? Я не знаю, как это ягода называется. Настойте вкусное. Как относится высказание в Аданаево? Мне срать, что высказала в Аданаево. Мне насрать, что про меня кто-то говорит. Мне срать с детства на мнение других людей. У меня есть свое мнение, свои глаза, свои уши. Понимаете? И есть некие знания, которые я получаю из мне. Вот. И получила от Бога. Ну, это шутка. Вот. И слушать кого-то, это для меня, ну, не знаю. Максимально глупо. Что сказала Ваданаева? Многие что говорят? Почему именно ее слова воззадели? Что другие не говорят, сидят, то же самое. Я вообще не обсуждаю такие темы. Мне неинтересно это. Да я лучше буду есть, чем сидеть и перемывать косточки кому-то. Она сказала, а он сделал. Она сказала. Что такое сказать? Это всего лишь слова. Понимаете? Она ничего такого не сделала. Это слова, которые она сказала, может быть, специально для хайпа. Вот сейчас вы ее сидите и обсуждаете. Лучше обсудить какого-нибудь придурка или какой-нибудь женщину, которая там избивает своих детей. Вот это она сделала. Понимаете? Это дело. За это уже нужно наказывать. Читай, что советую. Что, блядь, вы мне можете посоветовать? Вы не в моей ситуации. Вы мне ничего не можете посоветовать. Вы кто? Святая Матрона пришла ко мне. Вот неинтересно. Да, я сейчас к вам прислушаюсь. Есть моя семья, к которой я могу прислушаться. Ну, не вы явно, а мои родители, которые считают, что я вообще не должна появляться там. Поэтому. И все равно я не слушала, кстати, свою семью. Да, будет марафон еще. Но марафон будет, потому что так выявились многие проблемы. Но многие девушки не могут, понимаете, не могут позволить себе оплатить даже минимально, потому что у нас была недорогая сумма. Девочки даже брали в рассрочку марафон. Ну, я даже не знала, что есть зарплата 7 тысяч рублей, честно сказать. Ну, это, мне кажется... Ой, Украина, наверное, да? Где такие зарплаты? Когда в следующий раз отпуск? Моя дорогая, не знаю, может, и через неделю более чего отдыхать. Все может быть. А может и через год. Я не планирую. Потому что у меня такая работа удаленная. Я могу уехать в любой момент. В главном, я хочу очень в Европу. И планы найти с кем. Если зарплата 5 тысяч, я не знаю. Я постоянно ругаюсь с родителями, я хочу жить по их правилам. Даже если жить по своему правилу, по своему сердцу. То, как вам по душе. Не все же ебутся за деньги, как ты. У некоторых. Ну, у тебя просто... О, господи, боже мой, лучше бы я не видела этого. Вашу аву прекрасную. Вы так можете думать, потому что вас, видимо, даже просто так за бесплатно не ебут. Поэтому вы так и говорите. Ну, так выходишь в эфир. Смотришь на этот негатив. Насколько женщины злые. Невоспитанные. Что говорить вообще о их уме, которого, я не знаю, наверное, нет. Он отсутствует. Несчастные женщины. Зачем мне этот негатив? Поэтому я редко выхожу в прямой эфир. И, наверное, вообще, мне кажется, буду... Может, раз в две недели. Сейчас, может, вообще не буду выходить в эфиры, да? Что-то вот так вот почитаешь, посмотришь на это все и думаешь... Ну, во-первых, честно скажу вам, что самое-самое. Марафон про диеты будет бесплатный. Не знаю. Я думала, что марафон будет бесплатный. Но потом подумала, что может какой-то есть один больной ребенок, чтобы помочь ребенку. Но там будет сумма, понятное дело, небольшая. Кто сколько сможет. Собирать сборы. Это тоже хорошая тема, потому что можно помочь ребенку. Вот. Завтра я выложу. Я просто не знаю, как правильно, если честно сказать. Тяжело. Мне было тяжело два дня. И я не знаю, как преподнести вам эту информацию. Вот. Ладно. Завтра, короче, я запишу. Не буду сейчас забивать себе голову. Насчет негатива, да, что я хотела сказать. Да пошли они лисы. Но все равно ты это читаешь, мне это неприятно читать. Зачем мне это читать? Я девушка, нормальная девушка. Вы будете стоять, вам говорят, вы проститутка. Вы там шкура. Вы своего бросили ребенка. Я не знаю. Или вы хуевая мать. И вы такие вещи, представляете, слушаете. Ну, а мне зачем это? Мне для чего? Я не понимаю. Я не кайфую от этого, так скажу. Да, мне где-то все равно, но как-то неприятно, когда ты считаешь комментарий за комментарий от девушек, которых я могу просто там, ну, пройтись по любой из них. Ну, зачем мне это делать, да? Но я могу сказать так, что в инстаграме очень много людей тупых. И я могу сказать честно, что с тупыми людьми общаться просто невозможно. Я думаю, меня многие поймут. Многие... У многих есть на работе, в коллективе тупые, да? Ну, вообще, в принципе, знакомые тупые, а не понимаешь, что ты такой тупой человек. Когда ты с ним общаешься, ты с у кого... Немножечко не очень. Так. Фух, где так жарко. Вот теперь мне стало жарко. Вот дети, я тут за одеждой. Короче, заебали меня тупые тёлки. Блокируй, не обращай внимания. Жлых много, блядь. За два эфира было человек 50. Ну, вот что она сидит в своём деревне. Рам, уж не может подумать, что деньги как-то можно по-другому зарабатывать. Да то, что вы хорошие, это понятно. Я и не спорю. Если бы не вы им не было этот инстаграм, мне уже на него... Мне так уже... Что меня всё время блокируют? Блокируют меня из-за таких куриц, понимаете? Блокируют меня из-за таких куриц. а ты не курица нет я же не прихожу не говорю тебе что ты говно или кто-то говно значит я не тупая курица застыла я читаю просто ваши сообщения молодцы девчонки ой леночка пришла вот именно что тупая ну ты курица я же тебя не оскорбляла я никого не оскорбляю в принципе тупая тёлка которая сидит моем эфире еще подписан на сто процентов на меня и пишет говно и еще жалуется на мою страницу о боже мой зачем тогда ты со мной если я тупая леночка или мне лизочка почему у вас я леночка леночки той я думала мне лиза ты умеешь дружить любить разменяешь людей на раз-два вы можете жить с людьми мне нравятся люди которые дружат блин я с ним дружу столько времени мне надо с ним дружить хотя он не бесит сука я воспринимаю таким какими есть я же не в том возрасте у меня уже знаете в голове давно все поменялось я не буду никогда мужчины я уже люблю с которым я не хочу ложиться в кровать для меня потому что все-таки физическое влечение должно присутствовать я не хочу жить с братом вы можете жить всю жизнь вас пиздят говорят вам гадости вас не любят как женщина не понимает пожалуйста живите и не меняете а я так не хочу жить я живу так как я хочу они как-то скажет из таких пришедших сюда поэтому я живу здесь и сейчас и мне все охуенно а вы живете там по ту сторону пишите не дерьмо всякое я вам все объяснила джеба снизу русы был на блонде такой да слушайте я кстати когда мне спрашивают про лёш у меня вообще странно кто такой лучший а целлюлита целлюлита посоветую вам средства не жрать говняную пищу газировки когда вас не будет целлюлита а никакое средство не поможет я слышала потому что массаж хорошо который какой напишите девочки погнали опять писать погнали опять писать мне гадости я должна если расстроить расплачусь и заплачивать спасибо девочки чем от ругаться вы знаете это плохо я всегда против этого но но иногда просто без мата невозможно знаете я хочу высказаться чтобы прочувствовали что я чувствую в этот момент антицеллюлитный мне помог антицеллюлитный только когда я сидела на гречке гречка кстати на гречне у диеты хорошо нет я имела ввиду который аппаратный и так называется здесь я можно здесь эфир проводить нет у меня не работаю здесь эфира не приходит по обещению но все равно народ заходит помещение боже мой вы видели как этот жир застыл сейчас покажу сейчас мне так вот он поджи говорят хорошие да я тоже хочу попробовать видите какие кусочки жира посмотрите прям куски кто делает вакуум я не знаю я хочу делать я хочу сейчас делать снато я поду косметологу пожелайте мне удачи пожалуйста мне сказали что это очень болючие средства что болюче ничего нет даже губы типа не так больно а губы для меня очень больно понимаете надо твои видео помогают лиза не гной на право твои видео надо помогать какие видео скажите пожалуйста не понимаем я на другой странице не веду аккаунт с ней сижу там есть нельзя его вести три месяца может и вообще удалю почему кто-то написал есть другие имена вообще в этой жизни это говяжий это баранье мы до этого баранина готовили ничего что с мирское дело мой прямой фильм уже один сохранили и 2 слышно ты ушли добрый только зашла с хритом эфир у вас доброе утро подождите вы мне назвали курицы тупой вас не заблокировала кстати я называю те которые мне говорят гадости вы меня тоже назвали тупой курицей тоже пойдете блог не называй подписчики я называю те кто позволяет себе оскорбление в мой адрес окей губы больше не делание губы больше не делала у вас глаза сосательные я не буду показывать ничего девочки так выложила вы просили меня люби все крутой девчонки конечно да кто фильм завтра я пойду рассасывать эти глаза ужасно не сделала не повезло мне дали мастер который от следил и глаза завтра я пойду к ней она сказала что это вообще все очень тяжело убирается но я видел это такие результаты не конечно ну что она этом не уберет хотя бы себе нибудь таких кожи занавески серьезно красивая покажи занавески это сильно было до такого еще не спрашивали за сегодня что уберет фильм который мне неправильно ставили там не объясняла что скорее всего остатки были другого мне будут исправлять потому что у меня появились панины и я на себя смотреть вообще не могу будто уставшая все время панины и здесь прям синяки синяешь поэтому с ним с фильтром я зашла чтобы посмотреть занавески я и я не могу прилечь я не могу оторваться на я буду другом мастер конечно это мастер именно по глазам но она делает еще другое но она делает много лет глазами у меня принципе на странице одни глаза глаза нет я иду к другому косметолога мы зашли что посмотреть мебель окей линочка у меня оскорбляли я сказал про девушку которые меня оскорбляли которые меня доводили чуть ли не дошли вас а вы сказали что я такая мы зашли что посмотрите ребра уже давно сделаны честно ногти не а сделаны нет вообще бомбовский комментарий я тогда вообще полу лысая ничего страшного живу хожу сегодня как а уелок стою не распущены волосы сзади зеркало и увидела что у меня сзади на голове чтобы на вообще еще короче волосы чем с перья чтобы понимали и фостик это смотрится еще ладно более но я чуть там не расплакалась я тоже считаю что у любого специалиста бывает промахи как у любого врача мы же люди они роботы что ты кушаешь я кушаю малина с медом голубику еще какую-то ягоду да спасибо большое тоже да мы только с папой разговаривали об этом ну как с такой охуенной мамы можно не общаться мне будет все она будет только раньше летать ездить ох я одета будет лучше всех все будет и весело со мной рассказал что я моя мама веселая танцы краски все для нее физалис 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 теперь я на п.п. никотиновая кислотодпит мошенник хороший фильм одни проблемы вообще нет проблем ни хрена нет проблем ну пошло что не так у меня совсем операцию прошла неудачно глаза сделал неудачно волосы спалили отвалились но бывает такой период жизни ну что ничего страшного ну спасибо леночка леночка назвал метка курица я на тебя не обижаюсь ленок не обижались ты просто не поняла что хотела сказать сам или очень жарко сейчас я буду проветривать свою свою спальню мне кстати вставать рано ой ресницы хочу даже уже переделывать он нравится эти льки плюс мне нравится самое ужасное вы знаете я обожаю сверху вас не могу настолько волосы здесь короткие стали мужчина скоро стану русой я живу одна обожаю эту подушку в ней читать еще так удобно покажи вид из окна у меня офисы из окна видно меня зовут надежды надежды привет у меня офисы мне неудачно больше ничего не делали только вот один раз глаза и операции задницы все больше ничего не сделали ну глаза филер неправильно поставили все остальное нормально что скажет все скажешь насчет эскорта значит эскорта скажу все то же самое что скажу насчет у женщин которые убираются в домах и начиная то есть что той если человеку это нравится то он занимается чему нравится нравится например обслуживать людей то это его выбор и мой нравится все никотиново не вообще классно после него до или к тебе чтобы задавали вопросов промыли как тарманчик мне встретился с тобой мы с обманом почти каждый день на связи не переживайте за нас я должна была поехать мне нужно ехать забирать документы по разводу я вечером не захотела ехать мне нужно ехать днем чтобы я могла потому что перец туда очень далеко я не хочу так ездить несколько раз туда мне нужно документы забрать и чтоб в суд пойти подать на развод так ты милаш аленочка спасибо прекрасно нет нет результаты нет результаты еще ужасный результат моим животом который стал не очень не знаю если похудею сейчас мне сказали что он вообще может повиснуть потому что кожа еще но уже лучше все это вообще напрям ужасно там свисала ну кто рожал тот поймет меня как после родов живой же растягивается вот то же самое вы еще не разведена оказывается нет не знаю что там кто калки достали ну есть марафон будет похудение конечно будет потому что его нет как мне с ним разводиться еще папа сказал через фото мы сказали борисеевич да она была в другом эфире да да конечно есть инфа у меня фото видео уже один парень выставлял какая длина дела красавица как длина я все длина ресниц волос лиза красная нитка работает честно сказать не знал кому была эта нитка у меня все было очень хуёло в жизни я думаю что нет вообще живой большой два года убирал на минуте после родов что он такой немножко висит у меня отеков нет есть куски жира и висячий живот так но уже более-менее а иногда бывает прям видно здесь такие бугулочки когда девочку иметь в обтяжку вещь прям видно он так собирается знаете почему подруги придают почему мужчины придают такой же вопрос иногда даже дети придают прикиньте и родители могут придать просто есть люди предатели иногда не придают потому что они не думают в этот момент о ком-то другом а думают о себе вообще думать о чем кто предал не надо думать об этом думайте о хорошем обидно 20 лет пиздец кажется что вообще весь мир исчез в этот момент тебя предали как такое может быть я тебя так любила подруга моя а в моем возрасте пустила две слезинки сказала ну и ладно пока прощай просто нам не по пути мы разные все с мамой я общаюсь вон мама я пишу что хочет меня увидеть вижусь мамы скоро лучшая подруга это родная сестра лучшая подруга это не всегда родная сестра бывают люди которые не общаются со своими сестрами и таких много и со своими мамами не общаются я послушаю некоторых думаю какая у меня шикарная семья лучший друг это мужчина же быть правильно я вот с тобой полностью согласна он должен быть не только другом у вас есть подружки мужчины мы с вами уже обсуждали эту тему подружка которые вы можете делить типа одни трусы и вместе скидываться на квартиру и так далее это подружка а мужчина это первую очередь конечно друг ну и вообще человек который более вот мужчина это тот который это тот который все для вас медитации потому что я не могла жить подружкой с моим характером жить подруга это невозможно я не знаю есть бабы наверное которые могут жить подружками а я нет мужчина должен быть сильнее меня мужчина должен быть добытчиком мужиком который не знаю которого я не буду бояться в какой-то момент что у меня будут проблемы он меня бросит вот как бы так ну что сами понимаете наоборот что не думать об этом мужчина должно быть спокойно для меня самое главное спокойно он не все нужно делать вот с вас понимаете это уют дом комфорт радовать его быть нежной чтобы он хотелось прийти домой чтобы он знал что есть поддержка вот мужчина такой мужчина который говорит что вы должны быть как он хуярить зарабатывать но при этом еще ты должна дома готовить и при этом ты должна еще быть такой женщина такого не бывает блин понимаете такой вопрос сейчас не знаю ой плавно будущее я вам явно не расскажу ой спасибо девчонки тоже по вам соскучилась да мне все хорошо но я на той странице обитаю я наверно пошла спать опять да вопрос таки лезут не хочу читать мэри маша лёша спасибо 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 да я вообще не сомневаюсь мы сами создаем свою жизнь можем счастлив тот кто счастлив от всего я сейчас я счастливый человек несмотря на то что у меня происходило происходит я живу для себя думаю себе хоть мы не понимал как люди сидят в своих эфирах ой в своих эфирах обсуждают другие сплетничают блять зачем зачем вы это делаете живите для себя подумайте что у вас начните этот день себя понимаете я думаю о себе о том как мне жить как моей семье жить но у меня какого-то другого-то не гласит девочки сосать и завидовать надо молчать не знаю не испытывал мы с ним папа рассказывали никогда не испытывал чувство зависти не знаю что такое даже когда говорят есть белая зависть не знаю такого я считаю что я лично имею все что я хочу что действительно хочу если что-то не имею и чего-то не значит этого не хочу но это правда да у меня есть дочь так да и уже в москве не ругайся так Лиза привет Лиза с Краснодар привет ну все я пошла уже ой ну слушайте у Алексея уже он может еще говорить и там я ему говорила только про одного человека кто меня ну и когда он то потрахался с кем то понятное дело с того что надо было сказать что он мне с дешевой шлюхой спал что бы вы сказали своим мужчинам а ты потрахался с потрясающей женщиной а у тебя нацесала в момент твой член когда ты был бухой да какая шикарная девушка вот так наверное я должна была сказать боже нет это у нас просто были темы когда человек мне доводился тёлками понятное дело что я говорила это абсолютно нормально вот ну никогда я не обсуждаю никого и наоборот помогала всем ребятам в отличии от некоторых нет с утра не пошла она в день рождения это не ее тусовка поэтому она сказала что не пойдет не ее формат не вообще не хитрая если я была хитрая я по-другому бы жила абсолютно слишком наоборот не хитрая надо ну сейчас я пожёстче стала мне нравится сейчас я себя чувствую еще более уверенно потому что я стала жёстче могу сказать нет отсекать могу могу сказать что я такая в себе уверенная больше в себе уверенная и чем больше я получаю знаний чем больше ну вообще я расту вообще становлю себя уверенной я говорю я научилась говорить нет это очень круто это как стать уверенной ну я в принципе главное ну вообще надо развиваться и хвалить себя обязательно конечно ставить себе баллы быть сдержанной воспитание для меня самое самое я говорила вам все время что воспитание для меня это играть большую большую роль если человек невоспитанным если мне интересно общаться я очень ругаюсь сейчас с этими друзьями из-за того что они много матерятся вот сегодня много материлась я буду себя сейчас ругать понимаете я реально буду сейчас следить себя ругать за это я некрасиво себя вела ну вот так и потому что пообщаешься с тупыми и тут принимаешь эту тупость конечно свободе потому что сейчас так много людей увлечены так зато реки магией не знаю я научилась как 50 лет ну вы научились говорить нет понимаете некоторые люди всю жизнь живут и те могут говорить нет посмотрите на некоторых бабулях они реально не могут говорить нет в себе уверенный человек 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 в себе уверенный человек